И всем привет дорогие друзья, с вами Влад Линес, по-прежнему мы играем в Франбоу, продолжаем и как вы помните мы остановились на том, что мы нашли такой мир интересный и получили часы, настроили время, теперь нам надо разгадывать эту грёбаную, честно говоря, загадку. Я пока что только одно узнал, что лимон второе и четвёртое это как перо, но может быть я ошибаюсь, так что я не знаю точно, а сейчас будем дальше проходить, смотреть что да как, эта серия я думаю растянется нехерово, неплохо, не ругайся, да. Так вот, будем пытаться смотреть разные времена, будем смотреть разные, как бы это сказать, не времена, кстати, вот это место там где мы должны найти одежду, но в принципе, слушайте, не будем лазить по всем местам, давайте сразу пройдём локацию, поменяем, да, время, поменяем, потом так, 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 тут ещё закрыто, а, ну а сразу автоматом туда проскочило, да, а ну-ка если так. Нет, смотрите, тут одежды нету, но и ничего толком и не поменялось, ладно, давайте тогда зимушку-зиму пройдём дальше, посмотрим, что же тут произойдёт, слушайте, опять этот хрен тут стоит и непонятно, как он должен защищаться что ли, может быть эти руки, когда дождь идёт, надо как-то выставлять, я пока не знаю вообще, но опять же проверим, разные времена. Так, самое первое время, второе время, тоже ничего не даёт, ну и дождь, дождь, в принципе, не знаю, в чём даст, да, ничего он не даёт, ладно. Всё же будем сначала зиму осматривать, потом всё остальное, но вроде бы вот это место, а может быть я, может быть я немножко ошибся. Слушайте, слушайте, у нас есть, мне нет, зачем карабкаться на эту лестницу, можно попробовать вернуть время и достать лимон, или нет. Да, этот чувак, смотрите, опять срывает, но он не даёт лимон почему-то, да, можно было бы его зарезать вот этим ножичком хорошим, да, и... но... Корзина, кажется, в хорошем состоянии, хорошо, хорошо. Если бы это было не так, она бы не смогла нести вещь, конечно. Так, ну, видите, как бы лимонов тут нету, что делать, я не знаю. Положить даже что-то тоже не получится, в принципе, да. Ладно, зима. Слушай, ух ты ж, ё-о-о, ой-ё-ёй, наш доктор, что с ним случилось? Кто-то его порезал, походу его, эээ, палантра, сэр, походу на него напали вот эти вот чёрные... О, перо, кстати, подожди, не уходите. Ох, нет, он выглядел очень плохо, котик. Разве он не доктор, может он вылечит себя? Надеюсь, он был так плохо, что он потерял перо. То есть, а, надеюсь, он был так плохо, что потерял перо. Что же произошло? Перо у нас уже есть, друзья. Перо это одна из частей тех, которые мы можем получить. Очень странные часы, где цифры? Так, ну мы это всё знаем, идёмте дальше. Замороженная лодка. В принципе, покрытая снегом и льдом, я не могу на ней плыть. Мы могли бы её разморозить, но я думаю, смысла с этого не было. Давайте опять время попробуем прокрутить. А вот и лодка. На лодку мы-то не сможем утащить. Залезай в лодку, пойдём покатаемся. Ни хреново, видите? Хорошая вещь. Ой, я обратно попал. Подождите, удочка. Может быть, нам кого-то надо выловить? И мы что-то получим. Кажется, она сломана. Блин, это плохо. Мне кажется, если она сломана, мы не сможем ничего словить. Но всё же надо попробовать. Посмотреть, что же там вообще. Может, что-то есть? Бережок, смотрите. Это весело. Боихуя. Так. Может, ничего себе крошечный остров. Интересно, сможет ли кто-то тут жить? Не, мне кажется, пока тут ничего не надо делать. Плывём дальше. И мы выплываем. О, слушайте, куда мы выплываем? Вот где наша одежда. Вот где мы её найдём. Фрэн, мы были здесь прежде. Я починил мост, чтобы достать твою сумочку. Ух ты, котик, ты очень умён. Надеюсь, мы найдём наши вещи. Ну, мои точнее. Да, я немножко ошибся. Кстати, что это такое? Муравейник. Мы возьмём наши вещи и сможем отдать их волшебнику. И он что-то там придумает. Котик, я не могу найти таблетки. Может, таблеток здесь нет? Может, ты их потеряла? Что ж, в любом случае, они не приносили никакой пользы. Возможно, они ещё найдутся. Пойдём. Ну, без таблеток, мне кажется, даже будет легче. Да, я нашла тебя, моя дорогая одежда. Иди к своему владельцу. Я думаю, что пока что, ну, и без таблеток хватает проблемы и забот, да? Так что... О, это должно быть замок. Отсюда выглядит как ананас. А, это наш замок тот, да? Или какой? Так, плывём обратно. Что нам надо делать? Нам надо найти ещё три части. В принципе, да? Так. Будем осматриваться, будем... Слушайте, подождите-ка. А зиму-то я не проверил. А ну-ка. Слушайте, а мы-то замёрзнем тут сейчас? Офигеть. Мы просто замёрзли посреди этого. А ну-ка, подождите. Давайте всё осматривать, потому что потом не хочется... А, мы не сможем тут. Видите, у нас нету часов, то есть... Ну, вы поняли, в чём смысл, да? Так, выбираемся обратно. Лодка, значит, нам не понадобится. Нам надо удочку починить и, походу, наверное, что-то этой удочкой сделать. Кто знает. Так, а нам надо зима срочно. И заметьте, даже в таком времени... Вот эта хрень... Ну, то есть, пёрышки и всё это есть. Не знаю, к чему они относятся. Воу, я же говорил. Подойди ближе, Фрэн. У меня есть то, что ты хочешь, то, что ты ищешь. Боже. Душа матери, походу. Мамочка, это ты? Любимая дочь, подойди, позволь прикоснуться к тебе. Не подходи, это не она. Мамочка, мне страшно. Тебе нечего бояться. Подойди ближе, Фрэн. Я хочу поцеловать тебя. Но ты не можешь быть моей мамочкой. Нет, она мертва. Подойди ближе. Сейчас же, иначе большой монстр придёт за тобой. Нет, ты не моя мамочка. Оставь меня в покое. Дорогая, большой монстр придёт за тобой. Он придёт и заберёт тебя. Придёт и заберёт тебя. Мамочка, ты пугаешь меня. Мама, прекрати, прошу. Блин. Вот это жесть, конечно. И время, смотрите. Время у нас поменялось резко на дождливое. Но мы пока, наверное, зиму осмотрим. Хотя, в принципе, слушайте, нам надо пойти в библиотеку и почитать в библиотеке. Потому что тот чувак сказал, что... Котик прыгает, ему снежок нравится. Потому что тот тип сказал, что мы библиотеку открываем только тогда, когда зима. И тому подобное. Надеюсь, он меня сейчас пропустит. Стой, где стоишь, у тебя есть пароль. Пароль? Какой пароль? Я же... Пароль от библиотеки, конечно же. Он нужен, чтобы войти. Кто знает пароль? Вы не знаете, кто может знать? Парольчик. Да, великий волшебник, он знает все. Офигеть. Мне теперь придется идти с волшебником и пять раз говорить. Хорошо, тогда буду искать пароль. Пока. А вот, друзья, как мы хотели. Так вот, легко, да, что все получилось. Но нифига. Оказывается, нам надо идти пароль узнавать. Осматривать еще все вещи. Я еще там не осмотрел все. Еще каждое время года просмотрел. Ну, в принципе, я думаю, что тут не сильно так время года. Это важно, да? Ну, например, в таких местах. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Кузница стоит. Пустая. Есть кто? Ау. А ну-ка, давайте время поменяем, что будет. Это я знаю. А это то же самое. Дождь. Ну, в принципе, все как обычно. До наступления зимы. Опять же, зима, холода. Одинокие края. Кажется, все закрыто. Ладно, пробуем еще тут. Мне кажется, все то же самое будет. Ну да, практически. Только вот часовщика, видите, нету сейчас. А ну-ка, если подойти поговорить, они что-то новое скажут? Привет, человек. Передай привет своему миру, когда доберешься. А, ничего толком не говорят. Ладно, идем дальше. Так. Привет. Хм. Есть кто? Ау. Конечно, никого нет. Ау, здесь кто-нибудь есть? Видимо, нет. А ну-ка, пробуем тоже тут. Так, все одинаково. Так, все так, как и было. Короче, идем к волшебнику. Я думаю, что смысла это вообще никакого не имеет пока что. Нам надо отдать, точнее, вещи. И не знаю, как-то и пропуск надо найти. А, ну подожди, что это? А. И пропуск надо, друзья, найти. И попробовать достать лимон. И еще загадки, я даже не знаю, как их решить. И что нам надо найти? Вообще без понятия. Ну ладно. Так, волшебник. Вы можете мне снова объяснить эти загадки? А, подожди. Ну, какие загадки? Я уже все знаю. Так, сейчас мы ждем кролиководства. Так, а ну-ка, если так. Использовать. Пахнущая одежда. Я пока не могу тебя сделать человеком. Найди первый камень. А. Так, подождите. А как же? Я же принес. А. А пароль от библиотеки. Да офигеть. А не пароль, а ничего. Не говорит просто. Просто на месте. Ладно, давайте попробуем. Перо. Но куда его ложить? Сейчас посмотрим. Легкие пустотелы для пиц. Эээ, птица. Для пиц. Давайте попробуем положить сюда. Так. На четвертое. Это четыре. Ну, перо. Полонтраса. А, слушайте, может одежду на какое-то место положить? Нет, одежда вообще не ложится. Значит. Значит, это не то. Удочка, слушайте. А удочка ничем. А ну-ка. Хладкая дочь, плыви, плыви. Танцуй сквозь поток воды. Поплавок, может быть. Или удочка. Она, подожди, какая там? Если мы ее сможем положить, то это она. А, третья, да? Использовать. Нет. Это не то. Наверное, или поплавок, или хрен его знает, что. Ладно, друзья. Будем искать. Я пока не знаю. Блин, как отсюда выйти? Я пока не знаю, что делать. И буду искать. Как только что-то найду, мы продолжим. Потому что, ну. Бродить я могу долго. И серию растяну на очень долгое время. Сейчас попробуем что-то делать с этими лимонами. Офигеть, друзья. Прикол в том, что тут можно подрезать ему корзинку. Я так понимаю, что выпадет лимон потом. Да, теперь корзина не унесет все лимоны. Так. Это, конечно, весело, но. Надо. Я не знаю, сработает ли это. А ну-ка. Да, она порезана. Отлично. Теперь переставляем. Так, он кидает последний лимон. И он у него выпадает просто. Да? Твою ж дивизию. Это так, в принципе, легко. Я еще сижу, думаю. Блин, эта корзинка. Почему она осталась там? Может как-то повредить, да? И вот, пожалуйста, лимон у нас есть. Так, две вещи у нас есть. Удочка. Как-то удочку эту починить. В принципе, еще туплю. В принципе, а ну-ка, идемте на рынок. Может, какие-то вещи тут продадут. Подождите, тут же есть лески. Там хорошо, ткани, нитки, чтобы делать вещи. Так, а ну-ка. Хороший день для тканей, ниток, вашим услугам. Так. А ну-ка, можете использовать удочку. Здравствуйте, мисс, хотелось бы узнать, есть ли у вас нить или леска. А, леска. Леска, нить. О, да-да, есть. Тебе нужно? Ага, да, пожалуйста, сколько? Их довольно много, это хорошо. Это хорошо, то есть... Я имел в виду цену, мисс. Мне нужно столько, сколько нужно для лески. Ох, я забыла про цену, понимаешь? Я никогда ничего раньше не продавала. То есть, ты не продавала, ты стояла все это время и не продавала вообще? Знаешь что, забирай просто так. Так, надеюсь, она тебя порадует. Нормально, сейв продает, то есть, бесплатно, да, получаешь? Ну, мне как-то пофиг. Ух ты, спасибо. Надеюсь, вы установите цены и что-то продадите. Пока. Классно так работать, не устанавливая цены. Так, объединяем с леской. Ой, то есть, с этой. Теперь, в принципе, мы можем пойти и что-то словить. И, если честно, я кажется, я сейчас себя чувствую полным идиотом, потому что загадка про то, что кто-то там плавает и тому подобное. Это рыба. Это рыба плавает, походу. Кого еще можно схватить, словить на лески, да? Это просто дебилизм. Ладно, по крайней мере, я догадался. Ну, я так и думал, лодка там или что? Кто-то может... Что-то, кто-то с чем-то плавает, короче. Мне надо как-то... Так, крошечный остров. Может, мне надо на остров попасть или я могу просто как-то... А ну-ка. Хм, так не пойдет. Интересно, сможет ли кто-то тут жить? Подожди, а так она просто не хочет ловить, видите? А ну, переставим время. Дождливый день. Почему ты туда не залазишь, а? А ну-ка. Можно мне как-то туда пройти? Просто вылезти? Я застрял, а не могу плыть по льду. Но лед до такой степени... Слушайте, а может... А ну-ка, подождите. Мне кажется, идея есть. Может быть, где-то есть прорубь? И она с проруби сможет как-то ловить, не знаю. А, ну а тут, видите, нельзя никак, как бы... Блин, как-то мне надо словить, но как? Не пойму. Слушайте, может быть, тут заморозится? Или просто выйти? Просто не с чем использовать. Может быть, просто на пирс вот этот выйти? О! Ух ты, вода в озере очень чистая. Вот так вот можно, в принципе, да, использовать. Ничего, конечно, о чем я думала? Может, дождливый день? Какая разница в какой, да? Нет? Хм. Может быть, надо какого-то червячка подвесить? Или что-то типа такого? Вы меня сейчас можете назвать полным идиотом, но оказывается... Я пытался словить на удочку, на которой не было крючка. И я подошел к чуваку, который кует. Вот, сэр, смотрите, я нашла удочка, но она сломана. Вы поможете? Ну, в принципе, он кует оружие. Я не знаю, я же не думал про крючки. Давай посмотрим, где крюк? Ты видела крюк? Что? Вы в точности повторили то, что мне сказали в клинике? Я что-то это не помню уже. Правда? Кто? В какой клинике? В клинике Освальда, сэр. Медсестра, когда я сломала штору. А, да-да-да, я вспомнил. Понятия не имею, чем ты. Ты весьма странная. Сделайте крюк. Итак, забудем об этом. Вы сможете сделать крюк для удочки? Да, давай. Если ты дашь мне одну монету, я дам тебе половину крюка. Если дашь мне две монеты, получишь рабочий крюк. Мне не нужна половина крюка. Мне нужен целый. Все вместе будет стоить три монеты. Уже три? Нифига он... А потом еще пять, десять и двадцать. Одна монета за полкрика, за две рабочие договорились. Ох, сэр, вы очень сложные. Я принесу вам монеты пока. Нам, короче, три монеты надо получить. Но, чтобы три монеты получить, вы знаете, надо сыграть. Короче, сейчас сыграем, не будем тянуть резину. Да уж, друзья, вот с этими, если честно, оно не загадкой. Вот это вот с этими... Как они? Монеты эти гребаные. Это, честно, очень долго. И не то, что долго замучиваешься просто. Привет, я френд, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-па-ля. Так, мне надо, чтобы ты мне сделал... Так, хорошо, пока. Надо, наверное, опять выбрать, пожалуй, вот эту удочку. Нажать. Так. А, надо, наверное, монеты ему дать, да? То есть он уже видел Ну Использовать Вот ваши три монеты, сэр Замечательно, спасибо Вот твой крюк, надеюсь, он работает Ну, теперь я надеюсь Я смогу Половить что-то хотя бы объединить Или мне надо еще какую-нибудь наживку Может говна кусок, да Пахнет довольно забавно Давайте попробуем сейчас еще Нет Не так, да Кто здесь кто Так, ладно, ладно, давайте попробуем Пойти и словить так Получится, не получится, хрен его знает Должен получиться, по идее, какие там Какие могут быть Ой, я не туда пошел Какие могут быть там наживки В принципе, да Использовать Я не могу здесь рыбачить Здесь нет рыбы Хм Это странно, может быть Так у меня там негде Не могу здесь рыбачить, здесь нет рыбы Ну, ладно Я не знаю Я там, куда бы я ни нажал бы Но не получается у меня Может быть дальше Ага Вот где надо было рыбачить Вот рыба Вот и все А я почему-то туда пошел Вообще Вообще невнимательный Просто пипец ладно хорошо у нас есть три вещи отлично мы можем сейчас положить их и я не знаю но я надеюсь что все поможет конечно же ставим зиму так последнюю загадку надо будет разгадать не знаю что там за загадка но мы ее решим так лимон какой у нас там лимон изучить солнце на второй лимон третья рыба первая часть так подождите лимон использовать на второе а вот и лимон третье у нас рыба и последний блин из изучить холодная обычная но лишь используешь меня погоди к может это спичка вот крошечная спичка надеюсь ответ правильный да она у меня все время была я даже не за ним что-то не подумал я чую победу я чую вкусный запах победы поздравляю спасибо сэр я готова дать и давайте вернем ко мне хи 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 давай начнем с огня о боже что он делает ты чё колдун колдуй баба колдуй дед которым пробудился которым жив то есть гора пробудилась да на самом вершине горы он будет ждать тебя у него мой колпак мой любимый колпак волшебника принеси его а ваш колпак хи хи камни прячутся в моих волшебных вещах а в колпаке наверное да камни вот почему ничего не помню ха ха но теперь я вспоминаю иди к вершине на дико трама а потом возвращайся мы займемся остальными вещами хорошо сэр я принесу ваш колпак вот как всегда себе вылизывает одно место я надеюсь там гора нормально будет чем-то мне это skyrim напоминает опа вот он колпак кто осмелился разбудить меня кто ну и ну вы живой простите за беспокойся сэр я фрэн фрэн ясно не знаю что это значит я тоже не знаю что это значит это мое имя ладно мое имя которым хочешь знать почему конечно расскажите мне которым значит рожденный в небесах я был звездой и родился в космосе все логично пока никогда не встречала звезду приятно познакомиться мне тоже приятно фрэн и так что тебя привело великого волшебник велел принести колпак если вы не против я не могу его отдать я разведен чё что значит разведен не нужен колпак сэр это очень важно не могу если я дам тебе колпак земля пострадает тебе придется найти другой способ попасть домой король сказал что другого способа нет прошу помогите мне я сказал не могу меня бросила жена она прикрывала прикрывала мою вершину если я сниму колпак моя раскаленная лава всех убьет включая тебя так не надо жену походу да где сейчас ваша жена можете смогу вернуть ее она решила что ей пришло время завести свой собственный остров это случайно не не там так что она порвала со мной у меня не было шанса спросить почему я так скучаю по ней значит у нее свой собственный остров знаете где она думаю она на воде иначе я чувствовал бы ее присутствие но я не чувствую моя любовь моя жена я пойду поищу и ладно затем вы отдадите мне колпак только если она вернется иначе ты знаешь что произойдет разве вы не можете положить на голову что другое сэр например камень или что-нибудь еще он кота мистера холмич нет мне не нравится этот колпак хорошо я скоро вернусь короче я понял где я знаю ты одиноко девушка у вас сиськи 50 оденьте лифчик позволь мне быть твоей мамочкой да папа не с такие сессии как бы обычно не ем надо посвежее нормально они гнилое молоко меня не заводит быть на моей стороне у тебя появится много друзей для игр я не хочу чтоб ты была моей мамой ты страшная ты мне не нравишься иди на красе фрэнт с кем ты говоришь там стоит женщина ни с кем котик он же не видит наших призраков а каким образом не ну хотя я понял каким блин вы блин этот чувак меня напугал каким образом они даже тут я не понимаю но ладно что я хочу одно сказать то что игра развивает сюжет и ты понимаешь где ты лазишь что происходит как-то показывается как этого смотрите у горы уже вырос горный хребет так ау мисс проснитесь у меня для вас сообщения да здравствуй весь ник добрый день да мисс я вести к любви это это мне напоминает ведьмака второго когда я двух гор голумов то есть не голумы а как они назывались то я не помню сводил любви ох но ты не розовая розовая нет я коричнево-зеленый вестник любви вестник любви хочет что-то поведать да конечно я здесь во имя любви чтобы вернуть вас к своему к своему мужу нет он меня обидел никто не имеет права меня обижать а может он не хотел принять причинять вам боли что он сделал он был так горяч и за это я его полюбила теперь же он стал холоден и скучен я была брошена и много плакала он выращивал красивый красный цветок чтобы показать мою любовь в этом году ничего не выросло и знаешь что я одна его защищала и просто хотела немного признательности вот и все но мисс если я найду цветок вы вернетесь наверное но у меня не осталось надежды теперь он у меня свой остров посмотрим смогу ли я найти красный цветок вы знаете где он растет всегда основание этим он и отличается от других цветов подождите у основания чего вот значит чего мисс в основании моего мужа конечно же принеси я вернусь а ну основание горы где находится да я так понял ну в принципе я думаю мы можем найти этот спокойно цветок я надеюсь где-то вот это он этот цветок распускался очень медленно так нам надо наверное вот так вот сделать а вот и цветок должно быть этот цветок что мне нужен я не могу сорвать его голыми руками у меня у него мощные шипы но у тебя руки деревянные ты сможешь ну ладно может так папа красный цветок как горячая любовь отлично теперь нам надо дать всего лишь ей это цветок и все будет чики-пуки бомбони и и все такое блин интересная задумка с переключением времени вот так вот надо делать инди игры они на вероиндинг на сморс сделали игру срубили бабок вторую часть то же самое сделает зачем кого-то удивлять и так все сожрут и так все купят потому что если на рынке выходит говно то не стоит делать что-то классное потому что да вы можете говно просто сделайте все нормально и все купят все равно там что-нибудь свое там под поставить я не говорю что полное говно но она скучная она такая си есть я нашла его смотрите красный цветок спасибо тебе он такой красивый ты действительно вестник любви спасибо мисс вы должны вернуться к мужу он очень по-моему скучает увидимся там зимнее время так все боже она такая маленькая он такой огромный это смешно ведьмаки во втором помню как же их звали двоих вот этих вот блин не помню уже как их звали так зимой вы говорите да переключаемся на зиму ага какая милая парочка тихи очень приятно вас видеть вместе теперь я бы хотела получить колпак огромное тебе спасибо никогда не забуду что ты сделал для нас давай дорогая забирайся наверх это колпак маленький колпак то есть доктор любовь и у меня открыто достижение а вот и колпак еще раз спасибо а мы сняли ему бошку а потом здорово спасибо сэр нужно отдать колпак великому волшебнику пока ну у нас все пока что круто но почему я спуститься не могу что за бред а вот так но он мне должен человеком сделать как по идее я должен свалить отсюда и вот как то так нужно быть ты нашла колпак он должен был быть на вершине кодрома а на вот ваш колпак сэр мой колпак я чувствую как знания пронизывают мое тело я счастлив замечательно сэр что дальше подарок от почвы фрукт аф фрукта который расскажет мне да не созна создание случайно выбранных элементов чтобы мы могли есть прекрасно да да это потрясающе да фрукт говорит со мной он горит книга моя книга знания на библиотеке но знай книга может прятаться так что ты должна быть настойчивой и терпеливой хорошо сэр тогда пойду в библиотеку подожди тебе потребуется пароль чтобы зайти внутрь дай-ка подумать думай там должно быть что то что по что мы учили или ака я вспомнил пароль следующий вашим чувством легко манипулировать отключите их перед обучением я постараюсь это запомнить что это значит это значит что мы часто позволяем манипулировать нашим разумом всегда должны следовать здравому смыслу никто и никогда не должен вам указывать что думать и во что верить будьте голодны к знаниям и вы будете постоянно его иллюционировать это сделает вас свободными и вы будете дорожить каждой секундой своей жизни как по мне учиться и думать очень весело и любознательно в этом помогает я пойду в библиотеку и найду вашу книгу и знаете в игре даже наставления такие есть типа учись и будешь умным и будет все хорошо это правда в принципе как говорил ленин или кто там учись учись и пойди выпей бухла в туалетом мне вот такого не говорил я сам это говорил мамой девиз о боже ты помнишь френд и убийца я не убивал их ты маленькая психопатка такие девочки должны быть наказаны дело как я говорю дело как я френд прыгай не спасибо прыгай сама я я не хотел их убивать я не хотела ах моя милая не слушайте злых созданий ты сильная гони их их из своей головы моя дорогая я сумасшедшая котик скажи мне не дорогая ты должна быть сильная не позволяя морочить тему себе в голову ты не сумасшедшая всего лишь куча цветов ты разговариваешь с корнями у тебя говорящий кот ты дерево у тебя на голове растет полисадник для колородских жуков но и котик я чувствую себя разбитой груди болит моя дорогая я с тобой не плачь и так тебя люблю все будет классно френд фронт фронт я тоже тебя люблю нам нужно идти дальше пойдем в библиотеку так я уже о пароли за фруктов пароль сейчас будет прикол а такой раскрыл стоит оставишь есть пароль да есть сейчас нам будет представлена между двоими паралями да и мы будем выбирать дайте-ка вспомнить слова что-то вроде ваши глаза и уши на грани это а это про что это значит знаю если впустите тогда мы увидим только тогда мы сможем увидеть как этот город он был невидим для меня знание посюда даже в тишине и тьме проходи развлекайся я не знаю я вообще от балды нажал но я был прав так библиотека ухты как уютненько стрекузы которые осматривают книги здравствуйте сэр что вы делаете и чувствую собственную особенную книгу почему вы на лестнице выше стрекоза до типовой летать можете потому что лестница сделана чтобы ей пользоваться а что если она мне нужна тогда тебе следует подождать своей очереди нам сказали быть терпеливым и не спешить я думаю что ну ладно дать на попробуем если это срочно не могу нас столько ждать тогда следовало прийти пораньше за ним не нужно искать ну короче я вижу так много книг а какой мне выбирать не думаю что книга килика волшебника на этих полках мне вообще кажется что что-то надо нажать тут позже что это за число да я даже не знаю какие там числа надо вставить это один тут две днёрки а их а их нельзя убирать я знаете что только помню я помню только то что у нас есть там кое-что фурыча подвигается углу грозно должно быть это цифры и выросты надо это все запоминать в принципе вот это я знаю а дальше ну 5 это е ладно это мы разберемся но какой шифры мне вводить вот это вопрос вижу так много книг дать еще поговорить привет извините за беспокойство да дорогуша что случилось не нужна помощь со замком я не совсем понимаю его смысл это же так легко как сложить один плюс один о ясно спасибо я попробую снова вообще легко конечно и это может сказать мне правильную комбинацию от замка нет мисс не могу я еще не изучил это в школе и чем же эта книга особенная она о двух кроликах готовишь их ужин потом к ним приходят три друга ага о двух кроликах два типа может быть потом три при надо записать два три и пять кроликов кушают ужин 5 они едят морковку видишь так короче что я нашел пока бродил тут я нашел какой-то корень и он мне начал рассказывать про песню и тут песни есть такие слова 11 будет 2 1 и 2 будет 32 и 3 будет 5 и 35 будет 8 дальше я не помню как он как там практически 235 я учил это школе это весело значит математически не нужно идти кстати у тебя красивые фрукты увидимся так кажется я понял в чем смысл этого всего так ладно сейчас доберемся и будем опять пытаться делать все главная подсказка если вы не знали что делать надо было подойти к корню тут все в принципе просто очень просто отлично вот друзья если вам нужен код какой тут проходит да потратил я времени кстати пока я не записывал что происходит да смотрите мы поворачиваем рычаг и время когда мы промотнули что-то ничего не произошло да а ну-ка сейчас еще промотнем время хотя подождите а ну-ка может быть лестницу сначала на подвинуть лестницу красоте подвигаем но почему-то она горит что типа она себе поломает шею если будет взбираться хотя мы не взбирались даже твою мать как испугал у меня так книга смешная смерть простите сэр мне нужна книга хи хи так книга книга книгу надо волшебнику по ходу отнести а ну а если сами мы ее прочитаем но тут принципе ничего не ясно походу это какие-то ритуальные заметки видите две два общесросшихся человеческий организм походу да о боже ладно мы это читать не будем это какая-то странная очень книга пойдем волшебнику и отнесем да конечно на одну серию уходит очень много времени пока разберешься с этими всеми загадочками и что я хочу сказать еще плюс игра все таки не на 4 эпизода то есть не на 4 главы а аж на 5 а мы только на третьем так что не знаю как скоро мы дойдем до пятого сезона но и до 5 но я эту игру в принципе буду пока проходить пока ничего такого интересного нету да и у нас вот что мы ждали да какие можно другие проходить так использовать на него сэр вот ваша книга она была музыкальной шкатулки я видела куклу и замок и тварда звучит весело спасибо за книгу она позволила мне вспомнить много чего много много вещей что вот теперь на звезде остался на звезде осталось два предмета а подождите так мы получается получается с каждым предметом 1 звезд убираем да да рыба в воде а потом перо еще надо будет решить рыба рыба плыви свободно возвращайся рыбка возвращайся домой то есть каждый символ что-то символизирует и вот такая вот штучка получается ухты сэр его разбудили рыбу да потому что вспомнил как это делается разве это не прекрасно волшебство может сделать и можете сделать это с другими существами например с людьми конечно но только при благоприятном стечении обстоятельств но обстоятельства чаще всего неблагоприятные я понимаю сэр так нам нужно найти оставшиеся камни да рыба сказала мне что мои туфли на ногах удивительного танцора ты не знаешь где может быть этот танцор я не имею понятия я знаю где он есть он в баре но меня туда не пускают думаю знаю могу посмотреть то есть ты уходишь просто так и оставляешь меня что там пропуск вроде бы нужен да это все конечно хорошо но без пропуска я туда не попаду и что-то надо будет опять сейчас решать давайте пройдем к этому жуку снова здравствуй ты уже нашла свой билет шоу 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 вот-вот начнется полина какой же охранник сказал что мне нужно билет карта чтобы пройти внутрь опять же оказывается все легко за дровами был ход ну же котик иди внутрь и помни мне нужен билет чтобы зайти так может и возьмешь чей-то но я не хочу красть просто одолжи его котик мы отдадим его позже хорошо хорошо так я так понимаю сейчас будет управление за кота а пока что тут никого нету наверное опять надо менять время да так одолжить 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 а у кого можно отложить то их ох это жутко гигантские плохи нет спасибо а вот это билет да я вижу билет не могу взять его сейчас его используют здравствуйте леди могу я вложить ваш билет пожалуйста мой исчез нет это мой их подставка этот лимонад очень хорош но почему вы можете поставить стакан на стол мне не нравится звук стука и стакана стол понимаю и вам очень нравится этот лимонад верно да я пью его потому что он освежает а сейчас ты извини я хочу послужить музыку да конечно до свидания может его надо напоить про больше просто бармен и 100 грамм сюда это бармен он работает да ладно это я знаю мотылёк раньше я их ел но в этот раз не буду а то тебя саму сожрут такой огромный мотылёк это божий коровка самая крушенная из всех что я здесь видел блин что мне делать может мотнуть так смотрите тут стрекоза отплясывает в кроссов и ёптвоем ладно все ясно спасибо он уже нажрался ему же хорошо так вы влазим отсюда бедная пчела и леса у меня есть билет он у меня это хорошо ты потрясающий котик я тебя так люблю теперь мы зайдем внутрь так билет у меня есть а в какое время мы зайдем давайте наверно сейчас давайте наверно в такое снова здравствуйте нашла биле до билет у меня есть использовать вот так смотри сэр ко мне смотрите сэр ко мне пришел билет а кстати что дай посмотреть хм не может быть просто не может я уже пустил кого-то с этим билетом ты полно тайн юная леди х как вы как вы можете знать что это чужой билет символы верно видишь но посмотри на почерк он принадлежит тому кто намного старше тебя я вижу это ладно мне шанс пап у меня есть шанс попасть внутри то есть это возможно когда у тебя появится собственный билет юная леди пожалуйста я думаю что стоит подождите а что вот это вот смотрите билет он же он очень похож на этот а ну-ка объединить так не пойдет мне надо слушайте объединиться по билет франк котик могут пройти на вечеринку блин оказывается все так легко правда не знаю без того билета вряд ли на могу попали бы смотри сэр мой собственный билет вижу но ты нарисовала его да думаю это правильно раз меня не позвали я пригласила сама себя очень умной юной люди что же я могу тебя впустить наслаждаясь шоу то есть так легко спасибо сэр да так нам надо туфли туфли кстати вот они у этого чувака но нам так просто их не отдаст здравствуйте мистер танцор мне нужны ваши туфли зачем это это туфли принадлежат танцору я танцовщица они нужны чтобы танцевать с волшебником ой простите что ты сказала нужны туфли не уже ваши туфли нужно что немного лимонадика кажется напряжена не хочу лимонад не царь я не хочу лимонад откуда у вас эти туфли выпей немного лимонада хоть утолить свою жажду сэр позвольте объяснить не нужны эти туфли не нужно волшебник это невозможно я не могу отдать тебе свои туфли ты сможешь их получить только сняв с меня но как видишь я в них стою так что это невозможно поднимите ноги но если вы поднимите ноги я смогу взять невозможно только в этот день когда обе мои ноги окажутся в воздухе только тогда можно забрать мои туфли иначе я буду стоять вечно понятно что ж спасибо пока короче может быть ему лимонадика как раз наколдовать там привет привет ты пришла как хорошо наслаждаюсь а шоу да очень мне нужны туфли танцора я не знаю как их получить ха-ха хочет танцевать он хороший танцор никогда не видел чтоб он падал получается он лучший танцор в мире мире я бы сказал во всей вселенной он всегда следует рейкнуть понятно спасибо мне надо как-то наверно переписать там что-то спасибо мне нужно идти пока мне надо переписать чтобы тут играли как-то по странному и чтобы он там короче влетел нафиг и упал а у самоиграющего пианино внизу дверцы есть любопытно здравствуйте здравствуй хочешь автограф что трубач делает сэра настраивает пианино ритм должен быть идеальным чтобы мы могли начинать шоу понятно спасибо это понятно что он настраивает а что же мне сделать так чтобы я не знаю чтобы он играл неправильно никогда не увидела такого огромного мотылька может еще с кем-то поиграть поговорить или я не знаю а ну кого-то с этим может здравствуйте мисс вам весело ты не видела и к мобиле кажется я мне нужно идти у нас билет как раз я не знаю у нас ничего нету такого чтобы мы могли подмешать может быть перемотаем время еще он будет танцевать болин вот опять дурацкая если честно загадка надо было два раза просто нажать сюда я думал что сюда надо нажать но принципе чтоб два раза не знаю уже со злости просто нажал и и врубилась пипец ладно нам я так понимаю надо вот эту штуку термометра чтобы он наверно бился это не настоящая пианино наверно все надо наверно поставить а нет смотрите что-то почти а можно как-то нажимать или чё во безумная да нет это не безумная вот такая вот наверно вот теперь а ну-ка пробуем все тоже самое да в принципе ничего не произошло что-то я неправильно сделал наверно наверное тот чувак просто на что-то там накрутил вот два раза нажимаем вот так вот и мы попадаем опять сюда что-то надо а да это то же самое метрогном во вон обла сразу резко быстро давай давай танцуй чеки-брики в дамки все вот теперь мои туфли я забираю одно единственное задание такая умная давать несём их волшебнику и столько на него времени потратить просто пипец вы просто друзья не представляете себе но по крайней мере кому надо будет прохождение он посмотрит и поймет что тут надо два раза нажимать это глупо надо было сделать так нажимаешь на дно она перекручивается туда куда тебе надо они они вот так вот это странно так сэр сэр туфли у меня они очень красивые смотрите руковод и сделала это у тебя действительно необычный механизм в голове до называется мозг спасибо сэр приступим к последнему чтобы я смогла отправиться домой да уж запарился вот реально одну серию можно сказать так сказать записываешь часа два а там выходит минут 30 последний воздух я узнаю это перо она принадлежит полон трассу да да я видела что он очень пострадал все будет хорошо у него есть розовая вода он починить что угодно она починить да это правда что ж будем делать что будем делать с пером хихи навести старую механическую куклу валака моя палочка должна быть там я должен закончить кролиководство думаю я почти нашел ответ хорошо сэр я принесу вам палочку обратно мне надо сейчас идти к валаку но вопрос как я его найду то есть он улетел с одного места да да я опять тупанул немножко что нам надо делать надо достать вот эту палочку и палочку достать вот этим вот механизмом опять же как она достается она достается в принципе не так уж тяжело как вы думаете так как бы надо передавать из рук в руки так 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 нет стой 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 вот и вот эту палочку надо передать сейчас мы ее не взяли почти взяли сейчас как-нибудь сейчас придумаем во отлично вот таким способом берем это было в принципе не так тяжело как я ее искал искать ее конечно было потяжелее валаки эти шмалаки я провалок а думал про вот эту летающую хрень про доктора про это водой но все оказалось намного проще использовать вот ваша палочка сэр волшебник ах великолепно восхитительно ты сделала это правда а где камни я могу их отложить я не могу доложить тебе камни эти камни очень особенные я могу разместить камни на дверные замки но ты только ты можешь повернуть ключ и открыть дверь понимаю король сказал что покажет мне где дверь ах тогда мы должны пойти поговорить с ним как считаешь погоди я более уверен что ты не можешь вернуться домой как дерево ну наконец-то ой почти забыла вы правы вы можете вернуть мне человеческое тело да да я могу как же здорово я делал этого уже сотню лет давай сделаем человека да дай мне свою одежду мне нужно ее понюхать вы педофил сэр да моя одежда да не так понюхать может сработать мы сделаем человека сделаем человека дать мне понюхать одежду он какой-то извращенец ох это так волнительно что-то мне кажется что стоит сейчас закрыть многим людям свои глазки потому что сейчас мы будем ладно хорошо теперь встань посередине звезды и версты ну что колдуй расколдовый и подумай о своем теле в своей голове ноге ну и о другой ноге о своей руке обеих руках теперь сосредоточься я думаю нео матрица короб спать и на русском случайно выбранные элементы найди свой путь к истинной сути стань человеком френ сейчас о боже что это за меня расколбасило или что о боже я встал обратно фух френ ты опять френ с тобой все в порядке об что произошло получилось да френ ты опять человечина мясо ох ничего себе сэра спасибо большое в самом деле великий волшебник да это мое имя великого волшебника поэтому я такой великий думаю теперь можно идти к королю чтобы он показал мне дверь да я буду там мне нужно кое-что закончить я буду там теперь иди отлично так все королю но в принципе короля там не было но не знаю что там будет так я не знаю зимой надо приходить не зимой приду туда и что будет то будет фу я надеюсь мы отсюда свалим потому что это место какое-то слишком знаете такое вот как бы это сказать такое как бы сказать сказочное что ли я хочу больше хоррора мясо там расчленение и опа как она это это же не наш код ёпт все хорошо я будто на небесах кто это кто ты оставил мистера полночь покоя мистер полночь вот он же сидит твоя голова опять играет с тобой ты не видишь свое отражение я не ты нет отпусти мистера полночь сейчас же я кстати вот это тоже в дэнке видел мне понравилось это этот момент мы убиваем предателей он один из них френ разве ты не видишь мой котик не предатель он обещал быть на моей стороне обещал так он и есть на нашей стороне как твоей мамочкой папочка они обещали а тебе позаботиться это типа фрэн взрослая очнись фрэн ты окружена предателями мне кажется это опять черная хрень и она пытается нас завлечь якобы и чтобы мы перешли на сторону или погибли потому что в книге мы прочитали об этом всем там все это подробно описано было как с другим человеком он пытался сделать самоубийство оставь меня в покое оставь макоя моего друга я единственная кто у тебя есть фрэн я так то всегда на твоей стороне избавимся от этого предателя что скажешь будем счастливы давай будем очень при очень счастливы вместе счастливы эй ты чё я надеюсь это не повредит мистер полночь уходи уходи это было не я жесть я надеюсь мы так своего котика не завалим в конце я очень на это надеюсь потому что я боюсь что плохой концовки не было потому что в инди играх постоянно практически постоянно делают плохие концовки чтобы затронуть ваши чувства фрэн что случилось почему ты плачешь я сошла с ума сэр я сумасшедшая доктора были правы но ты не сумасшедшая мне очень жаль что ты так думаешь ты должна быть счастлива ты нашла камни и снова стала человеком это в самом деле здорово моя милая дай мне вытереть твои слезы я не хочу причинять тебе боль но я могу сделать это в любой момент ты этого не сделаешь я знаю потому что ты любишь меня да котик я люблю тебя очень очень сильно эх милота фрэнк помни что я сказал тебе если любишь если ты любишь ты жива и это единственное что важно ты всегда найдешь в себе силы бороться с монстрами внутри а теперь давай откроем дверь чтобы ты попала домой да да давайте сделаем это блин конечно опять видите к таким к чувствам добрым как бы нас подвигает ну это классно мы наверное сейчас закончим третью главу а вот где дверь походу будет да вот мы и здесь да но где дверь ах да нужно сделать ее видимой но ты уверена что хочешь вернуться я уверена сэр хорошо поехали человек должен уйти открой тайную дверь в их реальность позволь человеку вернуться домой ух ты мы отправляемся домой котик а вот и волшебник хо 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 король жьяр доброго вам дня я принес камни чтобы это милое создание отправилось домой спасибо сэр я очень нервничаю будьте будет странно быть вдали от вас тогда не уходи я могу сделать тебе жилье волшебное волшебник она должна уйти я получил послание от одного валака она еще не готова ох понимаю а что мне делать то о чем вы говорите готова к чему ну же волшебник размести камни нельзя терять время но готова к чему ты помнишь что валака сказал тебе о столкновении с правдой я сейчас думаю что мы реально плохие станем то есть когда мы узнаем что мы может убили своих родителей или тому подобное ах да кажется помню но мне продолжать да вперед сэр волшебник волшебник камни сотворите замок какой лишь человек открыть бы смог блин очень интересная игруха просто пипец я просто не могу оторваться что ж настало время френд стать ключом теперь ты единственная кто сможет это открыть ух ты хорошо посмотрим то есть а что мне делать синие подождите так подождите а в чем смысл мне надо соединить эти 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 вот эти штуки да а и блин как она называется сейчас как она пентаграмма во портал я чую победу снова ты сделала это френд можешь отправляться домой я так взволнована ох хотела бы я оставить вам что-нибудь на память мы тебя не забудем ты особенное создание ох чуть не забыл палантрас передал тебе это коробочка какая-то с кодом какие вы мне заглобали своими кодами спасибо скажите ему мне жаль что я не смогла помочь с ранами я отдала свои пластыри девочки в клинике но в любом случае я передам не беспокойся ему уже лучше ох перед тем как ты уйдешь ты должна знать прежде чем вернуться ты пройдешь через тайный лес опять лес это невидимый проход между нашим нашими реальностями ты можешь встретить ужасных существ которые захотят тебя съесть просто беги они не очень расторопны и вы говорите мне это только сейчас хм звучит страшно не беспокойся ты справишься тихий надеюсь что ж мистер полночь попрощайся а как аим там наполовик до свидания господа я прекрасно провел время я вы очень мне нравитесь до свидания прям аж не хочется уходить отсюда прям такая вот атмосфера ну меня задолбали эти корни деревья дайте мне кого-нибудь другого хм хм а сейчас наверное опять какая-то будет загадка или что-то типа такого да вау аааа понятно это это уже что-то тоже между как она называется типа аркада и тому подобное ну прикольно сделано только я не знаю на что это пародия хех может быть temple run или что-то типа такого ну это раз а это разряжает обстановку вау так в принципе все получается да можем перемотать я не буду перематывать такое что тут тяжело разве а или знаете 2d-шные там игры какие-нибудь типа такого а вот и дверь ай тролл ран ну temple run да что-то типа такого походу тоже достижение глава 4 часть 1 воображаемый друг я думаю друзья на этом стоит остановиться потому что уже 4 часа ночи где-то так и в принципе буду выкладывать серии для вас я думаю будет интересней дальше потому что мы возвращаемся обратно в лес лес мне чем-то даже больше нравится чем вот эти разноцветные сказочки и тому подобное и наши таблетки лежат дверь открылась ого интересно пойдем мистер полночь давай выясним где мы ну что ставьте обязательно лайки чем больше лайков да блин друзья если завтра будет по 200 лайков на одном ролике я наверное не знаю это сделаю в начале серий будут выходить не по 3 а даже побольше я просто сяду и буду проходить все свое свободное время убью на то чтобы показать вам игрушку чтобы вместе с вами пройти чтобы окунуться и посмотреть что же будет в конце я думаю что в конце будет очень интересно ну а с вами был блудлинг всем пока удачи хорошего настроения пишите комментарии ставьте лайки и всем пока удачи пока